Рискнул своей жизнью, чтобы спасти чужие. Молодой дагестанец из села Цугни Акушинского района спас от, казалось бы, неминуемой смерти трех тонущих в Каспийском море девушек. История, благодаря смелому Камалу Курбанову, закончилась благополучно. Вся подробности у Патимат Ханаповой. Я благодарна, потому что я просто не представляю, что было бы. И дай Бог здоровья им, таким вот людям, как они. Я считаю, что таких людей надо не то, чтобы благодарить. Как говорится, страна должна знать своих героев. Это Амината Курева. Со слезами на глазах благодарит Камала. Если бы не он, признается женщина, она бы потеряла двух близких людей – дочку и снохом. Они с роднёй Дагестан приехали из Чеченской республики на отдых. Эту поездку, по словам гостей, они теперь навсегда запомнят, как время, когда им подарили вторую жизнь. Тяжело это всё вспоминать. Очень даже. Дочка моя, её накрыло волной, оказывается, волной её унесло в море, с нога кинулось её вытаскивать. И обе они вроде бы, по разговору, по словам, они вроде бы ушли обе под воду. И Курбанов Камал, как я потом уже узнала его имя, фамилию, он побежал их спасать. Третья девушка отдыхала в тот день на берегу. Она и увидела тонущих, и первая поспешила на помощь. Но позже и сама оказалась в зоне риска. С ней связаться нам не удалось, но с её сестрой мы поговорили. Она одна из очевидцев. В один момент были слышны очень такие, знаете, крики страшные. Видно было, что девушки двигаются неадекватно, вот на самом деле тонут. И в этот момент действительно страшно. Но моя сестра бросилась в воду. И в эту секунду, я даже не знаю, где был Камал, но он очень быстро оказался в воде. И этих троих девушек он вытащил. Калимат – врач по образованию, студентка ДГМО. Она и оказала первую медицинскую помощь. Девушка признаётся, подумать не могла, что её первый опыт будет таким. Уже на выходе из моря они были в бессознательном состоянии. Пришлось оказать им первую помощь. Действительно, я считаю, это героический поступок троих девушек. Такие волны, не каждый, я думаю, смелится. Сам Шакамал не считает свой поступок героическим. Говорит, что это долг каждого. А в его случае не только гражданский, но и профессиональный. Парень – военнослужащий по контракту, а в прошлом работал в МЧС. В настоящее время девушки чувствуют себя хорошо. В телефонном разговоре признались, психологически сложно всё вспоминать. Однако за кадром делятся, что признательны всем, кто им помогал. Что будут помнить и благодарить за спасённые жизни. Батимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ, Махачкала.